экспресс разрывные ну все разобрались с этим надрезан надрезанный вариант короче класс это мы всегда сможем с вами сами сделать разрывные он делает а я помню соответственно скоростные но скоростные докупим все остальные потом и сделка во время всегда надо менять во время боя успевать все это взаимодействовать до соответственно урон больше так ну хорошо друзья давайте разбираться дальше тут еще и не все осмотрел тут достаточно много всего ценного я думаю как бы час эти законники не прилетели но тут тут в горах может быть все таки как-то прокатить да мы а вы давай выбьем быстренько осмотримся все с ними все полезно все ценно это сайте отваливаем по-быстрим потому что нам того это суетиться здесь особо расхолаживаться не стоит берем бухло однозначно у нас бурбон любит джин бурбон вискарь так сигаретные карточки артисты и поэты ну то есть карточки мы собираем там же испытание еще смотрите друзья видите да то есть испытания различные я не изучал это потом будем изучать там поймаете столько рыбы поймав там определенное количество рыбы то есть давайте посмотрим карточку ты разблокируешь следующие там мать мастер различных этих способностей стрелок мастер там этого и тому подобное я заглядывал стоял а мы с вами этим не занимались не не занимаемся это тоже надо делать все я хотел посмотреть карточку кто там с обратной стороны силк слик хаттон художники и писатели карточка 7 ну вот изучаете музыкант танцовщица певица писатель лауренс карсон шар шант на ричард маклоу это короче того времени похоже но они реальными то есть я думаю это реальные люди того времени да так ну чё там флако флако эрнандес что у тебя интересно было вот допустим осмотреть чего у него такого цены матки были там он какая-то свернутый это для типа как пергамент ухты карта сокровой охотник за сокровищами вы нашли карту сокровища откройте сумку чтобы посмотреть на карту ребята я вам об этом рассказывал что тут канают карты но они нас не выводят они нас не выводят нам надо сам самим это все искать исследователь один то есть смотрите какой вариант карта сокровищ получена и здесь какая местность то есть чтобы узнать насколько вы продвинулись в испытании но ясно открыто исследователь 2 то есть все сокровища еще в этом мире надо найти все эти карты приобрести где-то ну короче говоря там соответственно все эти испытания а искать то есть искать меня на видите на компасе она ним никак не это видимо надо самому местность изучать самому как-то изучать там тоже в дупле вижу дерево и в дупле там соответственно добряк какой-то добрячок цены муж конь ствол прикиньте там ствол легендарный к там этот обрез монс мол мол монсона из штата этого из штата гризли обрез монсона который вообще там разрывными лупит ну допустим там я не знаю ли там винтовка автоматическая от ланкастера с оптическим четырехкратным прицелом или же бабок там немерено или же там слитки драгоценности понимаете то есть надо искать но мы сейчас давайте все смотрим вдруг это место где-то рядом надо осмотреться посмотреть верить видели там гора вроде как похоже голова такая вроде да скале скале вырублена горлова чья-то такая человеческого вроде видите это можно посмотреть у нас эти как у нас мы чувствуем себя и дыши плане надо же это все читать я не знаю у нас времени нет так прям все читать видишь я встретил слепого когда помните мы в прошлых сериях встретил странного типа думал что он пророк слепой на горе подкова ну то есть тоже он все детали за вносит дневник какие там возможно может даже что-то ценное такое для нас то есть все это мы пропускаем не успеваем если мы будем всем конечно это еще и читать встретил женщину убившую какого-то мужика утверждала чтобы несчастный случай и помогли избавиться от трупа интересно действительно ли она была невиновна но это в кабаке помните в салоне она попросила помочь мэри я надеюсь не выставить себя последним идиотом снова она подозревает что так и выйдет но это его первая любовь соответственно тут видите можно читать и читать снова встретил мэри я чувствую себя одновременно счастливейшим человеком в мире и полным идиотом эта женщина сбивать неостолково будет вокруг пальца как никто иной ее младший брат джейми ступил в какую-то секту ему нужна помощь точнее так считает мэри и отвратительный папаша после небольшой проработки мэри меня мы с мэрией это вспомню былые времена я люблю дача как родного отца ну хозью я люблю даже больше он добрый и честный в общем славный малой продача этого не скажешь да удачи другого типа да да и про этого здоровенного медведя медведя мы тоже то есть видите на ребята тут нам читать не перечитать все вот это вот если за всем этим следить вообще все затянется штраус на горе подкова я отправился выбивать деньги из какого-то ублюдка не со штраусом мы тоже все детали заносит он там же еще зарисовки делает видите допустим там здание или местность какой-то раз остановится дневник достанет зарисует быстро дневничок соответственно все так даже меня метнул нож она грейнджер это герринджер свинопаз извращенец тоже помним штраусы гриб зонтик растение там короче посмотрел все это надо собирать все можно вообще саму все делать то есть да тут конечно такая активная в плане быстротечности развитие событий игра что иной раз нет желания вообще все это делать когда можно пойти купил да там набрал и патронов скоростных что тебе самому клепать и когда ты можешь в любом салу не взять но это есть да такой нюанс обычно все так и делают не заморачиваются там сбором да ну а с другой стороны смотрите друзья там же испытание на каждый на каждую способность дается ряд испытаний там который он должен пройти чтобы поднять свое мастерство и навыки вот это вот стрельба со стволов стрельба там ну допустим охотник вот эти шкуры все это как бы если ты есть желание полностью прямо углубиться но кто играет все эти испытания пройти мы потом посмотрим время будет я вам покажу как ну то есть какие имеется ввиду испытания и как он повышать свой опыт профессионализм соответственно естественно все это надо делать покупать то это понятно купить мы везде все сможем но есть когда ты сам делаешь там открываются и зачисляются тебе испытания и ты растешь до мастера ну как других играх выполнить да ты растешь до мастера и соответственно потом те вообще пока закрытые испытания значит эти нарисовались готовьтесь не испытание задание видите закрыты за счет какой-то враг вот она охотники за голова охотник за головами двое то есть за нами по пятам всегда следуют охотники за головами всегда причем когда мы с вами где-то задерживаем внимание свое астана остановка дожидаемся там ну то есть немного стоит задержаться на точке сразу же появляются охотники потому что у меня штрафы все эти штрафа на почте выплачивать надо чтоб нас было тихо мирно игралась а иначе нас с вами просто разорвут на части то есть это видите никаких этих карт не открылась у нас я пострел быстро карт по сокровищам искать привить и да никаких нет там допустим не указывал бы этот чтоб нам сокровища искать вот эту карту которую нашел придется искать сами где-то местность наращивать смысле меры внимательно более внимательно все осмотреть и соответственно это встретил странного типа но и тогда вычислять где эти сокровища находится так ночью делать и не знаю сейчас вот она эта карта меня почему это все заинтересовало то есть видите этот на горе такое типа как холм небольшой физиономии там вроде когда похоже скала просто выглядит как как будто бы да соответственно поэтому ориентируем нам надо выследить где-то осмотреться может быть даже это где-то здесь ну то есть в этой местности сейчас мы будем осмотрим выйдем осмотрим снова открыть карту это ясно снова открыть карту то нам не надо видите сколько барахла уже служит так ну ладно нам-то это понятно карту хорошо как мы с вами флангур на а или охотники там они просто на точке будут сидеть они не факт что сюда подтянутся пока никого нет да они на точке может там перекрыли дорогу на типа если я буду двигаться вычисли на на то есть поняли что и здесь так быстро быстро все осматриваем еще что-нибудь интересное есть у тебя зачем его взял это создавать этому силу взял чудак на там надо перекусить не наверно так тихо что подъехали что ли да ну нафиг 4 слышал такая закончить не могу пока он не приготовит блин ну я думал они будут там на точке стоять не подним они всегда подъезжали чем что-то было тупить а да ладно не страшно сейчас мы отвалим да пошел к так бежим город ой в этот дом на уме шик 2 они начали предупреждают но предупреждение не сработало поэтому отваливаем в дом саду воевать так тихо аккуратно и действие берем наверное револьвер пока закрываем дверь присаживаемся где-то вот здесь вот так и поставим повисели и будем ждать по одному класть ждем сейчас должны подтянуться не факт что конечно он зайдет может сидеть ждать лишь он подошел там видно там там видно сквозь щель видели да он так подтянулся там тени прям вот стоит вот здесь вот дожидается пока я открою дверь они они факт что он зайдет он тоже понимает можно просто подойти дверь пнуть как бы открытие обратно отойти чтоб они начали сюда их двое всего я думаю справлюсь с двоими двоих там и думаю разберемся не так много в тот раз нас прессовала человек пять по-моему с двумя я справлюсь так открываемый отход смотрим они этого здесь нету вроде как подходи ну а вот он дурилка не туда пошел как блядь или еще одну а все что эти петли успокоить и спокойно стрелять так все два не встал надо скоростные было ставить быстро там генера а у меня по-моему стоит скоростные так-так-так-так-так тихо вот он все-все-все-все тихо успокоиться все еще шевелиться что-то там давай мы муж контрольный для контрольный чтоб уже точно на верочку что он уже что к нам уверен все великолепно ну да два чудака но все равно я думаю нам тоже подождем чуть-чуть может там и не 2 изначально 2 они что он тоже муж по пути кто отстал час изначально это 2 так быстро быстро действуем но сейчас можно уже не спешить потому что я хочу посмотреть посокроще сейчас надо уже вторая партия не появится то есть первую мы я не думаю что сразу же тут и вторые нарисуются то есть те которые нас вычисляли получили свою пулю поэтому я не думаю что сразу появится другие да поэтому мы сейчас раскроем карту я хочу посмотреть друзья все-таки действительно может быть где-то здесь это сокровище общищаем быстрым всех нечего нравится я говорил да то что вниз у них фейсы вообще не повторяются заметьте сколько от мы воюем сколько толпы уже положил ну так даже если брать всех этих проходимцев проезжающих таких вот вообще незначительных у них фейсы у всех разные вот это просто бомба не дублируются до лица лица так давайте осмотримся на горы смотрим где такая гора которая ну то есть можно с по карте сопоставить соответственно совпадает смотри может быть даже где-то здесь эти сокровища чтоб нам далеко не дергаться да мы сейчас снимем с вами снимем сокровище то есть внимательно сейчас осмотрим всю эту местность вполне возможно то есть далеко и не придется двигаться ну пока я не на не наблюдается да там виде виде лица какая-то холм виде лица да получается ну вот смотрите первую первую то есть . где мы должны там потом стрелкой вниз и к дереву там уже в дупло залазишь и к добряк вот это место сможет где-то быть здесь понимаете то есть как вот сокровище искать там может они нам на другой карте у меня таком постоит отображается нам потом для но не факт скорее всего это надо самому все вычислять может быть где-то в записи там написано было ищите в журнале более точные подсказки то есть надо сейчас внимательно еще журнал полистать более точный то может быть конкретно сказано там допустим штат обозначен не штата место имя конкретный городок где там это этот холм находится понимаете надо вот все вот эти журналы читать он же в записи внес по поводу сокровищ ну допустим он узнал эту местность на мы поняли да узнал ту местность и раз записал дневничок там эта местность похоже на штат допустим нью-ганновер местности городка нью-гэмшир ну допустим пример там я подобный холм видео раз записал журнал вот это вот надо посмотреть потому что вполне возможно так и есть и в этой местности уже будем искать потому что так это нереально как я буду искать целый мир надо объездить обкатать чтобы найти такое подобное схожее место да но я пока не вижу ничего в дневнике полезного что он где-то что-то записал более мы колтер да это вообще в начало погнал то есть в начале даже нет смысла что либо искать мать а в конце там только рожи этого слепого которого мы встретили раньше с вами левит корму похоже кольму адреску пришло в голову служить на мой спрятался неподалеку да это ясно это мы еще вначале все делали нам это принципе ни к чему вообще вначале бы он не стал записывать через гризли на восток ну это мы уже проходили с вами но ясно короче карту сокровищ скорее всего мы с вами будем друзья самостоятельно все это делать так бесполезно ну то есть где-то вот эту местность вычислять искать внимательно все осматривать и соответственно вот видите последнее встретил какого-то типа встретил какого-то типа и все но где вас примерно хотя бы чтобы не понять так что вы где действительно это может быть место потому что ну я думаю вполне возможно где-то рядом но чтоб не заморачивать игрока а сделали допустим рядом вы строите сокровище ну то есть это же его карта может он здесь же и спрятал где-то сокровище неподалеку нарисовал быстро карт или же он где-то отрули вот ну сам этот планку где-то отрулил карту соответственно да мы просто ее сняли не факт что здесь эти сокровища короче я не вижу вот такая вот физиономия на карте типа как видите до холмик такой небольшой первых там трава не станет там непонятно трава там у тебя или нет просто такой виде лица да и соответственно потом вниз куда-то дорога спускается тоже такое на горе какой-то на гористая местность да это где угодно может быть таких мест мы с вами встречали не знаю тут сплошная природа везде таких мест здесь может где угодно быть поэтому я думаю не стоит нам наверно заморачиваться здесь искать это может где угодно быть вот примерная местность вот допустим не казалось что где-то вот да вот вроде такое место как раз должно быть а тут нету ничего схожего я не вижу никакого на дворе я бы поэтому надо отваливать или прокатиться туда дальше может у нас у нас уже с вами мы же еще какую-то карту а ну карту мы находили когда нам по заданию чик мэти свития даже помню да он там долг отдавал штраусу он будет у меня есть карта сокровищ нас просто научили как эти сокровища вычислять тоже там а здесь то видишь нет у меня показатели дети сокровища то есть на компасе вообще ноль эмоций компас никак не показывает это то есть мы же привыкли все на нас чуть ли блять не носом ведут по всем дорогам по всем трассам во всех играх чуть ли там тебе не указывают а здесь тоже здесь а то же самое все указывается соответственно но что-то по сокровищам среди ничего нету то есть надо как-то самому искать если только на большой потом допустим местность и окажешься в нужной местности от видите карта у нас нет с вами вообще ничего по поводу этих сокровищ никаких заданий не высвечивается вот у нас били не и дна и черная бель 2 легендарника осталось на них наверно ставим били не знает вот его будем класть потом черную бель просто это я к чему веду видите да никаких вот показателей по сокровищам чтоб нам двигаться примерно нету соответственно всю эту местность надо как-то вычислять самому все эти сокровища точка маршрута скарлет медаусу роутс лейман блин далековато находится к это вообще местность не открыты но надо класть они кстати не так шире далеко не далеко как недалеко мы в горах а и а ну и сразу черная бель да это у нас черная бель получается midnight черная бель да все правильно то есть мид на эти визу щас гор спускаемся аккуратно долго конечно придется двигаться не страшно вот у нас скоростные надрезаны обычные стрелял видите я обычно не стрелял поэтому не так ловко получалось с этими воевать обычный но обычный у нас на грех навсегда обычный там пули хотя можно пули поставить так все на мид на это выходит друзья продолжаем легендарников класть то есть уже завершить надо с ними раз и на все так тут ничего подобное местности нет осмотрим по горам смотрим внимание где там фейс если где какой холм чтоб нам заскочить снять все эти сокровища так дума смотри будем двигаться и смотреть главное чтобы не забыть об этом возможно они на той на мини компасе показывают у меня таком по спокойствии совсем другой компас тот который более сложный конкурс а есть который компас к прям вообще все цели показывает может быть и войске поставить он будет вычислять места этих сокровищ но это тоже уже какой-то как-то не очень мне нравится вот это было бы неплохо самому это найти чтобы компас никакой компас не показывал вот это был бы подвиг да смотрите наше первое место стоянки когда-то мы здесь начинались блин там он еще охотники прилетели так уходим 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 ребят видели там еще охотники прилетели так так но там уже толпа там уже толпа приготовили сейчас будет еще бой завяжется да точно они или это просто проходимцы не это нифига не проходимцы это реально охотники я их по внешнему виду узнал кладем да они сами да они меня постоянно сейчас преследовать будет а также мы вам с вами работать все тихо какова же будет наша награда если я еще этим блядь да и там целый табун 20 человек он что у меня с выстрела убрать и там у него за ствол видимо удачно попал что видели дали мне надо было по здоровью посмотреть короче надо с этой местности уходить по-быстрому они тут нескончаемые наверное партия за партией подтягиваются все эти охотники друзья давайте ка отвалим отсюда по добру по здорову вот что я предлагаю не ну конечно тема с сокровищами меня заинтриговала вот что я хочу с видеть и да то есть на этой мини карте там тоже особо ничего не отображается то здесь то я вижу этот компас основной компас то есть самостоятельно придется искать все эти сокровища самостоятельно вспоминать всю местность где мы были соответственно да все эти карты потом не собираем давайте пока они никуда не денутся у нас соответственно всегда они у меня в этом до седле я их припрятал там все на собираем сколько здесь возможно вариантов а потом будем искать что-нибудь найдется сейчас пока двигаемся тогда давайте-ка по игре по сюжетам все квеста выполнена сюжет выйдет картами уже на собираемся сколько здесь есть карты бум потом можно уделить именно да у них серию по сокровищам потому что сейчас это бесполезно тут тыкаться где там это местность правильно нереально будет найти сейчас двигаем кладем били мидной то еще одного упыря легендарника я думаю там какой-нибудь виде черная бель самый такой свирепый там черная бель она там какая-то черная вдова там всех разворошила сильное гнездо банды лукаса какого-то да помните мы читали и то есть самой страшной банды на юг на юго-западе штата вирджиния и соответственно за ее голову там дают ему очень много нам здесь конечно не голова и важно фотографию сделать по заданию просил кута книгу там сочиняю пишет чтобы мы это все продолжим так мы возвращаемся наверно тем же путем или можно как-то сократили чтоб не такой в крюк не делать кстати говоря друзья насчет быстрых перемещений они тут есть но это чтобы у вас открылись быстрые перемещения необходимо в лагере купить определенном определенную карту и по этой карте ну то есть логово артура я узнал логово артура так что там блин тут у меня опять лошадка зашевелилась смотрите она замерзает что ли плохо ей да и мне надо подлечиться я мерзну вот почему он не с выстрела убрал бы у меня там он же мерзнет здесь не по климата у меня наш этот наша курточка это плащ вот этот вот он вроде как утепленный но для умеренного климата поэтому конечно ему холодно быстро все показатели падают и выносливость и все остальное уже голодный холодный а насчет этого да то есть я вам говорю говорю на чем это мы стану то есть черная были вот эти все легендарные их тоже надо всех положить нам обязательно сейчас вот сменой там разберемся там еще черная были разберемся и потом так а выходим на основной выходим на основную короче сюжету тоже затяжной игра очень долго будем играть по-любому до конца до того игра великолепно самая лучшая игра моя любимая я просто не могу вам передать всех впечатлений и чувств по поводу этой игры она однозначно игра года я уже он говорил пока лучше не предвидится но там час метро выходит метро выходит феврале где-то в конце февраля и вот а мы тоже зацепим я не знаю говорили в прошлых выпусках метро полюбасу на зацеплять там метро на как бы но мы за два месяца думаю этот осилим сюжет блять тихо за два месяца то мы осилим сюжет этой игры я думаю всю игру там конечно не осилим тут уж тут все объездить да надо гораздо больше времени но сюжет я думаю до финала сюжета мы дойдем за пару месяцев понимаете то есть если ты урале то соответственно с декабрь и милада даже 3 там что месяца нам еще то есть мы все это осилим там уже метро выходит имейте ввиду метро надо по-любому цеплять там предвещают открытый мир а все-таки это вообще красота насколько красота мы посмотрим но тоже там очень все великолепно то есть вариантов не мерен вот видите косуля двигается можно шмальнуть и шкур 5 шкур насчет вот этих всех шкуку шкуру тоже там же испытания друзья а тост некоторые скажем смысл их таскать когда я так все проходится до оно все так проходится но если вы хотите до мастерства до расти там же все эти испытания ведут вас к мастеру профессионалов в каждом отдельном деле рыбалке в охоте в стрельбе с стамсаB резок стрельби с револьвера мастера мысли все это хотите достичь после каждого испытание открывается следующие испытании И в итоге вас все эти испытания в целом приводят к мастерству еще более уверенно Ну там все эти фишки, награды получаются Поэтому я думаю, этим тоже пренебрегать не стоит Для тех, кто играет отдельно У нас-то, конечно, для видео я не думаю, что мы все эти испытания будем проходить Там некоторые зацепим, допустим По охоте можно зацепить А вот, допустим, превосходную шкуру я еще вообще не нарулил Имейте в виду, для того, чтобы ваша лошадь взволнована из-за хищника Если хищник подберется слишком близко, лошадь бросит вас и убежит Опа, здесь хищник надо класть Если здесь хищник будем класть У нас есть наживка на хищника Надо, короче, лошадь отпустить Сейчас давайте осмотримся Быстренько кинем наживочку Прикладем там кто? Медведь, волк Хищник какой-то двигается рядом Видите, ваша лошадь взволнована поблизости хищник Где-то здесь, скорее всего И раз она в ту сторону отвалила, хищник где-то здесь, в горах А в горах у нас волк, может, какой-нибудь Так, ищем Приманка для травоядных Не канает Приманка для хищников Канает Давай Раскидываем по-быстрому на точку и выжидаем Момента с подветренной стороны будем класть Приманка для хищников Раз, два Достаточно, ты думаешь? Думаю, достаточно Или с другой стороны он зайдет? С какой стороны этот хищник зайдет? Давай, наверное, эту винтовку возьмем Винтовка будет как-то мне поувереннее И будем сидеть, выжидать Хищника-то надо класть И вдруг хорошую шкуру отрулим Но опять же, Спрингвилл Насчет превосходных Вот как раз по поводу зверей заговорили И вот у нас, видите, как Прямо в игре нам сама игра показала Где-то рядом хищник То есть, чтобы добыть Так, тихо Чтобы добыть шкуру этого хищника В превосходном состоянии Нужен явно не Спрингвилл Спрингвилл здесь не поможет Вот что я вам хочу сказать Я не знаю даже с чем С чего стрелять Чтобы добыть именно Чтобы шкура была превосходной У нас Вот сколько я стрелял уже, да, зверей Заметьте, постоянно плохая шкура Ну, я говорю, это три варианта Плохая, хорошая Там, отличная, по-моему То есть, хорошая, отличная и превосходная Это все зависит от того С чего вы стреляете С какой стороны Как вы убиваете зверя Ну, все нюансы Все это зависит Чтобы шкура была в целости и сохранности И соответствовала всем показателям Но вот, чтобы достичь превосходной шкуры Это, я думаю, ружье не поможет Нужен лук Ну, с лука это вообще По хищнику стрелять С лука это, по-моему Чревато вообще самоубийством Представьте, какой-нибудь кабан там Горный, блин Не горный, но действительно Кабан клыкастый Он тебя порвет на части Пока ты там с луком будешь маневрировать Даже в реальности Возьмите, кто знает Если на кабана идешь Там какой-то нахер лук Ты его вздроби-то не положишь сразу Ты его можешь, да Зацепить он там Начнет Бля... Да заебали Откуда вот он нарисовался? Он как будто бы появился С гор, что ли? Мое-мое Они меня, короче, будут трюмить Преследовать всю дорогу Всю игру Пока мы штраф не выполним А как ты хотел Ладно, мы научимся воевать Скоро будем их ложить вообще Как этих, блядь Как щеголя Сейчас, подождите Мы же мало воюем Друзья, вы Не забывайте такой нюанс Почему убивают Мы практически не воюем У нас нет таких стычек Вот этих вот проходимцев То, что мы отстреливаем Это ни о чем Вот таких вот Видите, которые сейчас проезжают Нам надо именно боевые схватки А боевые... Чтоб руку набить на геймпаде Геймпад это не моя коронка На геймпаде мы вообще не играем Поэтому мы скоро будем Конечно, набьем руку Но этому требуется определенное время Поэтому вы не переживайте Скоро мы всех этих охотников Будем шевелить направо и налево А насчет этих травоядных Вот этих всех хищников Ладно, уже не будем там заморачиваться Раз охотники Они всех зверей перепугали Какой там нахер хищник Если они всех зверей перепугали Садимся уже по заданию Мидной-то двигаемся Насчет вот этих шкур кабанов Это понятно, что с луком Это, конечно, не резон На кабана идти Просто не резон На дикого кабана Представьте, в реальности Ты пошел с луком Тебя не поймут Или посчитают За полнейшего идиота И самоубийцу Если ты пойдешь Куда-нибудь в тайгу На кабана с луком Ну или там лук должен быть Я не знаю С наконечником отравленным Каким-нибудь там Разрывным Но это просто глупо Если здесь они сделали Что действительно Надо класть Вот этих всех кабанов С лука Но это просто нереально Чтобы достичь Добиться превосходной шкуры Но это просто, конечно Будет немного не в тему Потому что это уж слишком Или же надо как-то так Прицельно лупить Допустим в башню В голову, в череп Ну вы, кстати, имейте ввиду Кабану Если в башню шмальнешь Не факт, что ты его положишь Там места определенные Куда надо стрелять Кабану В реальной Я имею в виду В реальной охоте А здесь ты представь ситуацию Если ты здесь начнешь Вот это вот Ерундой страдать Я имею в виду Так, тихо Незнакомец Тихо-тихо Все, проехали Слушай Помогите Или что Какой-то полу Сумасшедший, да? Мистер Что вы творите? Что вы делаете? Я просто не хочу Чтобы он меня видел Мы большие Больше не друзья Нет Кто? Кто? Они тебя не просят Меня Они не прости Это чешуи Опять чешуист какой-то Что-то Не будет никому прощения Никому, друг мой Никому Ты должен уяснить Это для себя Я знаю, ты это хочешь Я к тебе чую Я к тебе это Чувствую Потенциал силы Но А, это проповедь Это не очень там Этому не бывает Нет, нет, нет Не бывать Потому-то я ушел сюда Подальше от них А, ну он от цивилизации Весь с ума Сходит Как бы В своей кухне Они приходят за мной Но я срежу Я срежу и вычисляю Я никогда не сплю Нет, никогда Запомни Мое послание тебе Берегись Берегись Цивилизованных даров И плодов Золотого тельца Нашей цивилизации Видишь, как бы Уже и в то время Были проповедники Но тогда их тут же хватало Вы имейте в виду Они всегда в наше время Они и сейчас есть А уж тогда их было С тривневым матрасом какой-то А уж тогда их там не меряешь Тем более Туда все чипенцы двигались Когда вот Америку открыли Вот это вот Не открыли Америку Когда вот эти все земли новые Заселялись Америку-то открыли Вообще еще давно Я имею в виду Когда земли Ну Южную-то Америку Мы помним Там Колумб у нас И вообще говорят До Колумба Это Колумба у нас основная Типа Колумба открыл Америку Это основная версия Для исторических учебников Для детей На самом-то деле Там еще много И другие двигались Открывали Это мы как знаем Что вот Колумб Прибыл первого И соответственно Южная Америка Северную Америку Там тоже знали Ну то есть Открыто было давно Просто заселение Когда американцы Вот эти шотландцы Ирландцы все То есть голландцы Все начали заселять Туда двигались Ну я уже повторяюсь Туда двигались Одни чипенцы И отребья Ну то есть Те у кого дома Там у себя не получалось Которые бандюки Они просто нового Или от закона Отваливали Ну поняли Или же Искали части Новой жизни Опять же На новых землях Понимаете Они валили Своих государств Ирландии Там шотландии И заселяли Эти земли В основном В целом В основном Бандиты Отбросы общества Своих государств Поняли Да Все темное Они заселяли Америку Поэтому такой Беспредел Вот это вот Ковбои Вот это вот Индейцев Они травили Спаивали Ну то есть Я что Объясняю В принципе Кто Эти нюансы Вы должны знать Поэтому И в игре Все представлено Видите Как Там вот эти Проповедники Все Что с этим Связано Различные Секты Вот видите Вот эти Чешуисты Все Подобия Мормонов Допустим Дальше Мы смотрим Вот эти Проповедники Все это тоже Все Все Отребье Того времени Своих государств Переехало На новые земли Чтобы здесь Обосноваться Штаты Ну естественно Потом это все Начало формироваться Вот это вот Био Независимости Это позже Когда Линкольн Когда Гражданская Война А потом Более или менее Законники Законники Вступили в права А вот смотрите Охотники Охотники За головами То есть Они постоянно Нас преследуют О чем я вам говорил Они постоянно Где-то рядом То есть Вообще Где-то рядом По другой дороге Двигаются Но у нас цель Билимидной Нам Нам переживать Не стоит Можно конечно Наверное В это заехать В лагерь Тут рядом Кстати Лагерь у нас Успокоиться Да Чтоб эти охотники Отвалили То есть Они всегда Нас будут Преследовать Это партия Из четырех человек Всегда будут Двигаться За нами Поэтому Предлагаю Сейчас Пусть они Отвалят Потому что Иначе Мы тогда Мидной Точно Не доберемся Если они Будут Нас всегда Преследовать Быстро Заскочим В этот В лагере Смотримся Чуть-чуть Вдохнем Свежего воздуха И уже На Мидной Но Мидной То завалим Я в эту серию Уверен У меня цель Есть Значит Все Это будет у нас Предпоследний Легендарный То есть Мидной И останется Черная Б Все На этом Мы с легендарными Завершили То есть Они заселяли Ну Я вам Уже Говорил Да Вот Это Все Эти Земли Все Это Отребье Так Кто Там Артур Не пережил А Бородатый Стоит На охране Сторожит Чтоб Левых Никого Не было А Че Ты Скажешь Еще Не Интересного Ты Тут Слишком Не Расслабляйся Нет Нет Не Переживай У меня Все Под Контролем То есть Видишь Он Следит Выслежит Да Икс У меня Приз Все Правильно То есть Я же Поменял Я думаю Че У меня Все Правильно Я же Поменял Да Мы же Поменяли С вами Настройки Этого Да Управление Какое-то Альтернативное Выбрал Юси Скаррен Как там У вас Дела Пока Неплохо Подумать Только Когда-то Я была Счастливой Женщиной Так Че у нас Интересно Ладно Миссис Скаррен Пока Отставить Давайте Смотреть Сейчас Успокоиться Там Эти Охотники Отвалят Быстренько Мы Сейчас Приведемся В порядок Так Первым делом Костюмы Кладем Зимний Вариант Поняли Да Зимний Вариант Чтоб Такого Нюанса У нас Не было Все Кладем Седло Вот Стрелок Зимний Вот Видите Такой Типа Как Дубленочка Утепленная Она Но он Три варианта Если Все Я не смотрю Я хотел Все положить Ну тогда Зимний Кладем Три варианта Я могу Только В седло Чтобы Увеличить Седло Надо Совсем Другое Седло Соответственно Видимо Там Я смогу Все Варианты Упаковать В седло По одежде Но Зимний Вариант Однозначно Нужен Потому Что Мы Видите Как Он Замерзает Этот Костюм Подходит Для Зимнего Климета Понятно Так На вашей лошади Нет костюма Подходящий Для Жаркого Климата Так Как это Нет Когда У меня А Для Жаркого Нет Ну-ка Стойте Стойте Друзья Видели Да Для Жаркого Нет Ну-ка Летний Вариант Вот Стрелок Летний Тогда Да Конечно Все это Убого Смотрится Надо Срочно Подымать Бабки Да Покупать Более Или Менее Достойную Одежду Ковбойский Вариант Там Когда В цивилизацию Выберемся Там Вариантов Много И сейчас Можно В принципе Его преобразить У местных Дилеров Да У местных Торговцев Там Там Мы же Смотрели Уже С вами Да Развищение Вспомните А тут У нас Вообще Нательный Комбинезон Куто Фермерский Вариант Да Не очень То И Смотрится А Че Такие Рубашки Подтяжки Вот это Джинсы Ковбойские На подтяжках Ну это Вообще Какое-то Несоответствие Мне кажется Давай Жилет Какой-нибудь Выберем Черный Жилет Охотник Жилет Заренье Кожи Пастуший Жилет Надо Этот Выбирать Легион Да Во Давайте Жилетик Летний Варя Во Класс Класс Мне нравится Жилетик Вот Стреть Класс Жилетик Рубашечка Такой Типа Этот Джинсы Да 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 Класс Вообще Бомба Только Надо Это Наверное Поменять Видите Да Сам Оптимальный Вариант Летний Шляпу Другую Взять Потому что Не подойдет Шляпа Шляпу Наверное Так же Из Бобра Как раз Поджилет Все Шляпу Поджилет Все Вот Такой Вариант Пока Нам Подойдет Пока Мы Другой Не взяли Да Одежду Будем Так Двигаться Он Уставший Какой Ты Надо Видишь Да Он Так Понурый Стоит Видимо Он Устал Ему Надо Поспать Вот Жен Надо Спать Вот Это Все Выносливость Видишь У меня Сердечко Он Голодный Холодный Мистер Морган Да Да Мисс Гримшо Мистер Мэтьюс Оставил Для вас Сообщение Сказал Как освободиться Отправляйтесь На ранчо Ох ты Эмираль Там Нужно Будет Выполнить Твою Какую Работу Вот Еще Квест Видите Как Ну Он Что Найдет Для вас Как Сяд То То Постоянно Нам С вами Появляться В лагере Периодически Тут Не важно На карте У меня И так Все Хорошо Миссис Гримшо Не важно То что У вас На карте Не отображается В лагере Ничего Никаких Событий Тут Игра Так Построена Динамично Я по моему Об этом Говорил В прошлых Сериях Объяснял Что Даже Если У вас Нет Целей На Определенной Точке Когда Вы туда Приезжают Приезжаются События Обновляются Эти Эти цели Появляются В виде Знаков Вопросов В виде Каких Либо Предложений От местных Жителей Соответственно Вот здесь От поселенцев Лагеря Видите Вали на Дачу Эсмеральда Там Есть работа Вообще Левая Кухня То есть Соответственно По карте Там У меня Нет В Нагоре Заданий А Какой Там Вообще Эсмеральда И Соответственно Сейчас Туда Двинутся Там Действительно Будет Какой Незначительный Небольшой Квест Помимо Тех Вот Этих Желтых Которые Основные Второстепенных Еще Квесты Выруливаются Когда Вы В той Или Иной Местности Если Вас Долго Там Не Было Потом Через Определенное Количество Времени Вы Там Появляетесь Начинаете Общаться С местными Жителем Получаете Еще Ряд Заданий Незначительных Конечно Но Сам Факт Таким Образом Построенная Игра Имейте Ввиду Кто Двигается Дорогие Сигареты Вишь Не Отчаивайся Штраус Ну Ты Должен Понимать Такого Натура Должников Мистер Арт Я Сказал Об этом Дальше Должен Сказать Вам Я Видел Здесь Людей Кольма Здесь Что Им Нужно Понятия Не Им Они Тебе Видели Не Думаю Ладно Ну Киран Спасибо Что Сказал Того Чудака Которого Помнишь Я Сказал Будешь За лошадьми Ухаживать Говно Чистить Вот Он Видишь Седло Тачит Действительно Так И Есть Когда Помните Мы Его Спасли Банду Адрийского Расшевелили Он Говорил Нам Типа Что Мне Делать Если У меня Выгонить Ну Великолепно Чувствую Себя Замечательно Можно Еще Выносливость Поднять В принципе Да Кокаиновая Жвачка Заполняет Форсирует Шкалу Понижает Статус Ну Кокаиновая Жвачка В то время Тоже Было Известным Средством Для Поднятия Духа Заполняет Меткого Глаза Желательный Табак Да Неплохо Неплохо Жилетик И рубашка Не надо Там Никаких Курток Так Что 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 Кто Добрый вечер Ты выбрал Не лучший момент Артур Я сейчас занят А ну Он как раз Кушает с любовницей Своей Там общается Или с дочкой Непонятно Это мы смотрели Была невинностью А ну Это я Может Отодвинешься Ты действуешь Не на нервы Не будем Влазить В личное пространство Датча И Мелани Или как там Ее взывать У него же там Тоже своих Девочек хватало Ну может быть Это и дочь Его Там целое семейство Мы же как поняли Чтобы понять Кто смотрит Это Одрисковый Семейство Ирланд Семейство Пересидившееся Из Ирландии Мы какое отношение Имеем к ним Я пока не понял То ли я брат Датча То ли какой-то Дальний родственник Ну явно Я ему не сын Потому что возраст Практически у нас Одинаковый Явно я его не сын Но видимо Какой-то тоже Ирландец В принципе Артур Морган Но это даже Даже не ирландец Какой-нибудь Шотландец Или англичанин Вообще То есть может Возможно Это все написано В дневниках Виж в журналах Мы же не читаем Откуда Морган И с ними познакомился Может быть он действительно Он-то Артур Морган Морган Видишь А они все Датч Датч у него Как фамилия Все на мидной Теста Ну в общем и целом Вот такая вот история Это ирландцы Одрискалы Одрискалы Банда И Магуайры Ну грубо говоря Датч Как там его фамилия Будем читать так Магуайры И Одрискалы Спорят с давних времен Они еще Когда были фермерами У себя в Ирландии Рвали или метали За земли За земли У них был спор Развязан Кто какими Землями Обладает И кто Какую пашню Засеет Понимаете В то еще время Кто какую пашню Берет на себя И вот у них Этот конфликт С давних времен Две Две семьи Но это у них Принято было Всегда Две семьи Вот они уже Переехали сюда На новую землю В Америку И сколотили банки Там они разорились Потому что Тактики Англичане Так сказать Свирепствовали Тоже В плане Шотландцы Ирландцы Они обычно Недолюбливают Ирландцы За свою нраву И свободолюбивую Духу Поэтому Еще с тех времен Конфликт У них Соответственно Так С тех времен Еще этот конфликт Продолжается Так Ну товарняк Мы уже гранили Ладно Товарняк Вообще Так То есть Че Че там Товарняк Тихо Стрельба Нам не к силу Нам надо Именно Какой-то Пояс Гражданский Гражданский Все Выбегаемся На Мидной Та Мидной Та Ищем Выцепляем Слышали Да Где там Стреляют Вообще Сейчас Новые Новые Места Друзья Здесь Меня Еще Не было А Там Мон Эти Дикие Лошади Стрельба Огромное Какое-то Озеро Что Там Порыбачить Можно Кстати Говоря Хорошую Тут же Легендарную Рыбу Мы еще Не научились Рыбачить Если Научимся Потом Легендарную Рыбу Огромную Щуку Поймать Можно И Загнать Допустим Какой-нибудь Торговцу Отдельному Я уверен Не мяснику По рыбе Будет Отдельный Скупщик Так Невозможно Создать Лагерь Пока Рядом Что-то Происходит Да Я хотел Лагерь Создать Посмотреть Что там Да Как У нас Пока А Когда Рядом Что-либо Происходит Мы Не Можем Создать Лагерь Вообще Лагерь Можно В любом Месте Но Когда Движуха То Соответственно Не Получается Видите Сколько Лагерь Не хочет Он Да Невозможно Создать Лагерь Пока Рядом Что-то Происходит Ну Значит Здесь Нельзя А Вон Там А Ну Правильно Смотри Там Какой-то Дирижант Стоит Кто-то Ограбил Дирижант Да Точно Смотрите Друзья Ух ты Мужа Убил Жену Да Незнаком Кому Смотри То Семья Добропорядочных Людей Ехала В штат Получили Землю Уже На законном Основании Передвигались Со всем Семейством Решили Где-то Обосноваться Там У озера Да Здесь У реки У этой Понимаете Видимо Землю Они получили Добро У местных У местных Этих Властей И тут Появилась Банда Датча Или Какая-нибудь Банда Банда Бравого Джима Быстро Всех Переклала Забрала Драгоценности Их Накопление Сняла Детей Увела В рабство Ну Там Я не знаю Неважно Тихо 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 Что за Чизес Чизес Это нам Не канает Сейчас Чизес Не канает Так Дай-ка Мне Подлечиться Бинокль Взять И посмотреть Что за Чизес Слушай Какое-то Подозрительное Селение Надо Осмотреть Ребят Давайте Осмотрим Успеем На винной Это мы доберемся Я вам Обещаю По-любому Его снимем Но тут Очень страшное Странное Поселение Какое-то Игра Такая живая Что вообще Хочется все изучать Знаете Иной раз Когда бывает Игру включишь Все только Настолько Мертво И не особо Даже есть желание Куда-то Исследовать Мир Или куда-то Заезжать А тут Прямо Все так Дышит Прямо Каждую А Так это Геринджера Да Это же Селение Геринджера Узнал Двуствольный Да Не Однозарядный У меня Есть Корабель Кстати Однозарядный Этот Корабель Нам Выделили Он Его Постоянно Ставит Берет В руки Автоматически Мне А Губная Гармошка Можно Взять Кстати Наверное Играть Может Консервированные Бобы У меня Уже Там Целый Склад Бобов Консервированная Лосось Какие-то Эти Спать Сесть Ну Что Поспать Что Раз Обыскать Ящик То Есть Вачуга Геринджера Нам Не Страшно Что Я Думаю Охотники Не Нарисуются Да Охотники Не Нарисуются До Утра Да С Утро Уже Двинемся Вишь Сел Так Аккуратно Все Делает Помните Да Это Селение Там Где Мы Первого Легендарника С вами Свинопаса Из Вращенца Убрали Вот Это Его Домик По Моему Ну Как Вроде Как Похож Местность Сама Тут Кстати Местность Этот Я Знаете Что Еще Заметь Обиход Внутренний Обиход Устройства Дома Тоже Практически Хочу Заметь Не Повторя Детали Вот Эти Чашки Пложки Сковородки Ложки Различные Эти Все Так Хорошо Сделано Оно Соответствует Духу Того Времени Именно Как Все Расположение Кухонная Утварь Вот Это Вот Все Все Вот Эти Вот Детали Тоже На Уровне Все Это Сделано И Она Кстати Поселение Не Дублируется Так же Создавать Но В целом Вообще Везде Разный Обиход Утварь И Все Остальное Устройство Дома Практически И Очень Все Это Смотрится Соответствует Иными Словами К тому Времени Так Ну Все Охотники Прилетели Я Не Знаю Мы Так Конечно Будем Да Бежим Обрат Бежим Обрат К Дому К Дому Потому Что Так Они Меня Окружают На Лошадях На Лошадях Окружают И Быстро Выбирают Мы Играем От Первого Лица Это Гораздо Все Сложнее Гораздо Так Заходим Блядь Блин Они Уже Здесь А Че Он Так Тихо Не Суетись Так Он Там Что Пока Предупреждает Огонь Не Открыл Может Я Успел Ага Не Открыл Он Блядь В Жопу Попал С Ружья Так Тихо 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 Вот Опа Блин Как Тихо Блин Перезарядка Не Давай Давай Класс Класс А мы Прям С бедра Всю Эту Шушу Рубля Вон Стоит Тихо Где Мон Геря А Вот А Это Насметки Глаз Ладно Местки Глаз Не Пока Я Его Так Уберу Тихо Я Его Так Сейчас Уберу Давай Опа Класс Блин Жив Еще Ты Смотри В Это В Руку Попал В Руку Я Ему Попал Сейчас Подожди Сейчас Все Будет Голову Ушел Как Сложно Воевать От Первого Я Вам Говорю Вот Так Вообще Но Зато Это Все Смотрится Динамично И Очень Красиво Давай Вот Так С Бедра Тебе Что Я Буду Канетериться Пока Прицелиться Он Положили Ждем Там Не факт Что Всех Три Человек Да Ну Конечно Сейчас Еще Больше Награда Возрастет Вот Чем Поняли Соответственно Вот Этих Всех Мы Убиваем Награда Будет Мама Не Горю Награда Будет Мама Не Горю За Нашу Голову Там Уже Наверное 200 Баксов Сколько Этих Охотников Положил Но Они Однотипно Одеты Потому Что Это Банда Охотники За Головами Да У них Вот Эти Белые Пиджачки Но Фейсы Разные Имейте Ввиду Это Однотипные Каждый По Разному Выглядит Одежда Да Но Это Естественно Чтобы У них Одежда Была Это Охотники За Головами Они Естественно Ярко Выражены У них Типа Как У Этих У Шерифа Ну Как Так Принято Иными словами Так Принято Одевать Чтобы Все Знали Да К Этим Людям Лучше С ними Дел Не Иметь Это Опасные Люди Но Нам Надо Отсюда Отваливать Всех Этих Охотников Я Положил Надо Быстренько Отсюда Сейчас Еще Партия Может Прилететь Потом Будем Награду Выплачивать Чтоб Нам Клэсты Выполнять Огромную Награду Ну А С другой Стороны У нас Выхода Нет Так Сдаваться Не Получится Можно Тут Сдаться Я Узнал Не Обязательно Воевать Он Руки Подымает Все Они Тебя Связывают И Отваливают Понял Да Оружие Скидывает Он Просто Надо Успевать Это Ты Просто Сдаешься И Все Тебя Садят В тюрьму Все Это Анимация Все Это Мы Сможем Пронаблюдать Я Намеренно Потом Сдамся Нуж Посмотреть Как Это Все Происходит Как Его Упакуют Как Его В тюрьму Вообще Камеру Он Прям Ну То То Есть Анимация Всех Этих Телодвижений Его Как Он Сам Процесс Когда Он Сдается Законник Про Наблюдаем И Тут Все Это Сделано Ниждико Лошадь Все Это Есть Здесь Я Не Веду Нам Просто Надо Подобрать Моменты Мне Это Все Проверь Как Как Тут Они Все Сделали Охотник Смотри Охотник Тоже Поохотился Движется Синя Его Там Дожидается Соответственно Подстрелил Косуду Его Можно Сейчас Ограбить По идее Ну Мы Конечно Острел Лошадь Труп Кто-то Подстрелил Или Лошадь Просто Сдохла Загнала Ее Баба Видишь Там Баба Загнала Ее Видимо Баба Лошадь Бедная Смотри Как Красиво Все Сделано Тихо Тихо Не шелести Она Даже Вот Каждая Мелкая Детать Доброе Утро Поговорить Можно С ним Ну Он У него Ничего Не Спрашивает Ограбить Блин Я Нечайно Нажал На Ограбить А Не Тихо Э Ты Че Творишь Падла А Бля Ты Видел Да Он Охотнику Перешел Дорогу Давай Ка Его Убираем Охотнику Перешел Дорогу Там Бедного Охотника Сбил А Я Я Я Я Ему Шляпу Сбил Что Он Че Ускакал Ну Я Попал У него Пока Никого Не Бедному Охотнику Перешел Дорогу Ты Посмотри Там Его Семейство Дожидается Он Целого Зверя Подстрелил И Тут Какой-то Пьяный Товарищ Видимо Спешит У него Тоже Там Встреча С Этим С Друзьями Они Покер Решили Перерезаться С утра Пораньше И Он Намахнул С утра Встал Это Сать Принял Дозу И Спешил Видимо Навстречу И Тут Охотник Ему На пути Ну Как же Я Так Не Смог Подстрелить Его Я Не Знаю Ладно Будем Тренироваться Будет Классно Потом Работать У нас Получается Так А вот Еще Какой-то Партия Сумосбородных А Это Обычные Жильцы Поселенцы А Вон Там Меги Прыгнет На Лошадь Ниггер Раб Уже Черный И Хозяин Его Этот Что-то Там Ствол Достал Охотник Ствол Достал Билли Мидной Да Где же ты Прячешься Так Так И хочется Шмальнуть Этому Индюку Голову Снести Столько Ну видите Это Звери Это Обычные Нам Нужны Хищники Вот Эти Что Превосходные Вот эти Все Индюшати Набегают То есть Это Как бы Если Стрелять Это Нам Лично Для Провизии Конечно Пойдет Но Так Чтобы Какие-то Испытания И Бонусы Получить Я имею в виду Закончить Мастерства Достигнуть Это Надо Ити Действительно На Зверя Которые Редки То есть На Редкого Зверя В леса Чаще Леса Углубляться Понимаете Если Вы Хотите Какие-то Испытания Там Открыть Стать Мастером Охоты И тому Подобные Вещи Явно Вот Обычные Звери Которые У нас Встречаются На пути Вам Не позволят Этого Сделать Естественно Это Надо Углубляться В чаще Леса И там Уже Вычислять Ну То есть С помощью Приманки И Работать Соответственно Так Тихо Ну Постоять Где стоишь Не с места Это Скидывай Бля Лошадь Понесло Понесло Это Не я Лошадь Понесло Так Тихо Тихо Сейчас Вам Будут Так Уходим Бля Сколько Их Там Давай Подальше Убежим Я Спрыгнул Чтобы Лошадь Не Убили Иначе Они Лошадь Детали Все Сюда Соднимся Тихо 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 Успею Нет Так Тихо 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 А Вон Вон Ага Бля Так Вот Вот Еще Они Уже Здесь Так Раз Бля Падла Давай Так Блин Убрали Да Нихера Се Они Тут Убивают Очень Сложно Когда Особенно Прессуют Без Лошади Видели Да Я Уже Не Знался За Что Схватить Или От Бедра Шмалять Или Так Стрелять Он Еще Двигается Падла На Этой Лошади И Они Прессуют Не Дожидаются Стреть Прессуют Я Начал Убегать Они За Мной То Есть Там На Точке Не Остались За Мной За Мной Все Побежали Разные То Есть Все По Разному Мне Что Нравится Еще В Тоже Прессуют Тоже Догоняю Само Суп Так А Слушай Еще Раз Здесь Не Будет Не Появится Они Здесь Выходят Вот Она Ну Ка Мох Отсюда Мох Ну Че Ты Встал Крестьян Встал Рожу Свою Рыло Долбить Че Вали Отсюда Пока По Добру Поздорово Ну Нам Пока Да Нам Пока На Проходимцах Учиться Боевым Действием Видите Да Как Кладут Нас Грабители Моментально Потому Что Я Не Вижу Где Откуда Они Идут У Нас Компас Отключен Третье Лицо Вырублено То Есть Очень Сложно Таким Образом Работать То Есть Откуда Он Тебя Обходит Там На Лошади Ты Не Знаешь Слева Летит Справа Летит Блять Отсюда Ну Это Есть Это Как В Реальности Мы Играем Как Будто Как В Реальность Тем И Лучше Зато Быстрее Руку Набьем И Будем Соответственно Потом Работать Вообще Уверенно Видишь Там Косуля Зайца Это Вот Эти Вот Звери Я О чем Говорил Смотрите Вообще Какая Новая Местность Въезжаем В новую Местность В которой Нас Еще С вами Не Был В Новую Местность Так Тихо Че за суета Че за движуха Ну-ка Ладно Вот Что я тебе скажу От тебя Столько же пользы Как от Флэша Арестанты Ребята Арестант Я уже давно Тебя не слушаю Только я делаю Чтобы Пошел Нахер Ну-ка Работать Быстро Кому Свою Бляд Они Наверное Сейчас Заварушку Давайте Понаблюдаем Не будем Лазить Они Перестрелялись Зарезал Зарел Бля Левое Событие Класс Бомба Блядь Арестант Какого хера Ты пялишься Вали отсюда По добру По здорову Стволы взяли Ладно Даже не верится Что это сработало Валим Бил Валим Джон Ну что Какой у тебя план Бежим к моей сестре План 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 состоит в том Чтобы не попасться Теперь заткнись И давай поживее Смотри Они короче Местных этих Местного шерифа Законников Развалили Какие-то арестанты Добывали Кайлом Он что-то Рубил камень Землю Завалили Быстренько Сняли Кандалы И свалили Арестанты Вообще Левое событие Мы в новых Землях Друзья Нас еще Здесь не было Билли Миднайт Нас выбил На новые Земли Билли Миднайт То есть Совсем Какое-то Постороннее Событие Интересное А можно было Кстати Помочь Законникам Поняли Да Вот у них Клетка То есть Помочь законникам Отстрелять Этих Всех Арестантов Положить Соответственно Законники Может Какое-то После этого Отношение Поменялось Билли Миднайт Да Интересно Интересно Вот таких Вот событий Такими Подобными Событиями Мир Заполнен Имейте Ввиду Поэтому Конечно Быстрые Перемещения Они тут Возможны В последующем Когда мы Приобретем Карту В жилье Я имею В лагерь Там С помощью Карты Я уже Говорил Перемещаться Можно Но Они здесь Неуместны В том Плане Что мы Не сможем Постичь Вот таких Событий Не увидим А если Увидим То Не в полном Объеме Поэтому Можно Можно Перемещением Пользоваться Только Те Земли Хотя Здесь Все Динамично Вроде Как Ты Был Здесь А Совсем События Разные Проходят И вот Я в этом Месяце Проеду Допустим Через Неделю Тут Может Быть Совсем Другие Быть События И Тоже Довольно Интересно Поэтому Перемещение Конечно Хорошо Но Не Очень Так Вот Смотрите Класс Какой Это Новая Станция Вообще Новая Земля Тут Совсем Все По Другому Ребят Мы Слишком Далеко От Лагеря Уехали За Мидной У нас Смотри Куда Дорожка Привела Давайте Исследовать Очнитесь Ты Что Не Видишь Что Не Зли Меня Да Раньше Отношения Это Не Совсем Было Другое Да Кто Знал В то Время Что У них Черным Станет Президент Через 100 Лет Если Ты В то Время Сказал Кому Нибудь Из Об Этому Тебя Почитали За Сумасшедшего Местный Индейец Не Индейцы Его Индейцы Научили Он Бухал С ними Он Когда Ирландец Он Доску Потерял Ирландцы Ирландцы Спаивали Местные Местные Племена Вот Индейц Видимо За бутылочкой Искаря Ему Показал Как На этом Инструменте Играть Кстати Я Помню Как Этот Инструмент Называется Так Лучше Не Шевелись От Иди Подальше Не Насладиться Величием Индейской Культуры Музыкальным Инструментом Как же Он Называется Я Вот Помню В свое Время Слышите Я Он Там Исполня Так Давайте Тут Посмотрим Кто Так Совсем У всех Разные Миски Смотрите Друзья У Этого Одна Физиономия То Валентайне Подобную Физиономию Вы Не Найдете Здесь Смотрите Две Других То Есть Они Не Дублируются Вспомните Физиономию Валентайне У всех Лица Разные Поняли Да К чему Я Говорил Все Это Время Люди Ну То Не Не Повторяются Может Быть Повторяются Конечно Такого Быть Не Может Чтоб Не Повторяются Но Очень Крайне Редко Это Можно Отметить Для Себя Крайне Ред Имейте Ввиду Тут Объявление Может Какое-то Объявление Можно Снять Интересно Там Заказ Да Бородатый Как дела Как они Да Симпатичны У вас Тут Город Ты Прав Ты Прав Так Интересно Интересный Исследовать Эту Местность Ну-ка Что Клеркстанс Ух ты Белемиднайт Так Похоже Мы Правильно Двигались Перет на пояс Выплатить Штраф Вот Выплатить Штраф То О чем Говорилось Ранее На почте Мы Можем Выплатить Штраф И Белемиднайт У нас Высветился Высветился Вот Вест Элизабет Ньюгановер Амбарино Лейман Вот У нас Ньюгановер 185 Баксов За голову Можно Штраф Выплатить И 175 Баксов Амбарино Видите Заплатите Все 260 Бакарей Какой там Заплатить Когда у меня 22 доллара На руках То есть Соответственно Все Это Нам Не К месту А вот Он Может Знать По поводу Где По поводу Нахождения Миднайта Да Получается Амбарино Он едет На следующий По поводу Миднайта Амбарино Что случится Я не виноват Я знал Ничего У меня Взять Живую Так Нихребят Работал Блядь Он Сел На колено Положил Молодец Миднайта Ничего Страшного У нас Еще Вариант У нас Еще Вариант Сейчас Мы Эту Падлу Положим Тихо Работаем Ну Не успел Он Слишком Ян Слишком Ян Уже Не тот Навык Не та Рука Рука Грожит Глаза Не видят После Попоя Сфотографируйте Ни Миднайта Сфотографировать То мы Успеем У него Стри Какой Ствол Хорошее Вот Этот Слово Я буду Юзер Он Мне кажется Будет Довольно Таким Неплохим Должен Быть Как Вот Его Посмотреть Колбой Да Во Бомба Вообще Вообще Бомбежка Вот Этот Стволик То мы С вами Поюзаем Он У нас Так Будет Сидеть Обычное Орудие Он У нас И так Будет Сидеть Блин А куда Нас Куда Нас С вами Класс Отъем Как Автоматика Куда Нас Поезд С вами Везет Куда Куда Туда Далеко С вами Уедем Нам Еще Надо Видно Это Спорт Так Все Давайте Начинаем Работать Спорт Амидной И посмотрим До конца Далее Куда Нас Вагончик Уедет Поезд Даже Интересно Это Вообще Можно Вот Так Вот Забросил И Пока Отъедешь Они Женщина Здесь Кругами Двигаются Поезда Заодно Мир Осматривать Ну Поняли Да Заскочил На поезд На крышу Ездишь Катаешься Осматриваешь Карту Мира И Вообще Какая-то Левая Местность Новая Не Не Прыгаемся Можно Спрыгнуть С поезда Я знаю Мы Ух ты Блин Да Там Какой-то Центр Городской Вы Обнаружили Место Где Можно Поймать Легендарную Рыбу Ваша Карта Обновлена Вот Здесь Легендарная Рыба Но Рыбалки Мы Еще Не Научили Смотрите Какой-то Завод Сент Дени Сент Дени Какой-то Завод Огромный Фабрика Там Вон Яхта Блин Яхту Можно Угнать Однозначно Можно Угнать Покататься Тут Целый Завод Целый Город Сент Дени Видимо Цивилизацию Мы Приехали Сюда Твест Основной А я Раньше Времени В это Местность Мы Прибыли Ну и Могу Осматривать Вот вам Городская Жизнь Я же Вас Предупреждал Ранее Что Помимо Ответшала Тут Небольших Поселений Тут Целый Город Помните Цивилизованный Я вам Говорил Тут Более Богатый Цивилизованный Класс Живем Смотрите Там Яхты Ну то есть Все Живет И дышит Целый Город Сен-Дени Я вам Об этом Говорил Ранее Вот У нас Настало Время Изучить Смотрите Как Красиво Все Сделать У них Заводы Фабрики Как раз Морган Только Организовал Свой Некти Добывающий Бизнес Самый Такой Магнат Первый По Некти У нас Артур Морган Или Как Там Морган Ну Все Знаете Ну Кто Не Знает Имейте Ввиду Морган Был У нас Мерти Добывающих Мощных Да И Соответственно Смотрите Какие Красоты Целый Город У нас Сейчас С вами На На Повестке Давайте Здесь Подзадержимся Долго Не стоит Потому Что Я думаю Здесь Вообще Нам Рано Что Либо Делать Какие Либо Эти Да Телодвижения Ну То есть Оставаться Задерживаться Потому Что Мы Еще Не Вышли По Сюжету Как Только Посмотреть Посмотреть В любом Случа Посмотреть Стоит Посмотреть Однозначно Стоит На все Эти Красоты Вот Примерно То Что Я Вам И Говорил Помимо Всего Прочего Помимо Природных Мест Красивых От Поедем Давайте Смотрим Помолчи Немного Просто Подъедем Привет Парни У каждого Ко У каждого Ко Разные Эти Как Отобразили Дух Того Времени Посмотрите Просто Игра Сто Баллов Сто Баллов Атмосфера Конечно Здесь Просто Бомба Но Надо Играть Именно Так Надо Играть Именно Так Вот Как Мы Играем От Первого Лица Тогда Только Передается Когда Бегаешь Этим Маленьким Человечком Это Вообще Не То Впечатление Смотрите Как Все Красиво Сделано Все Соответственно Каждая Деталь Каждая деталь Учтена Здравствуй Хеллоу 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 Сейчас И весь этот Город Пробежим Просто Пока Осматриваем Ребят Пока Осматриваем Нам Еще Рано Я Понял Здесь Еще Рано Появляться Возможно Некоторые Задания Некоторые Здания Будут Вообще Для Нас Недоступны Вот Отель Допустим Тут Однозначно Можно Зайти Не во Все Отели Ну Естественно Как и в GTA Ты же Не везде Там Заход То есть Есть Многие Места Куда Ты можешь Зайти Отмечены Естественно На Карте Но В любом Случа Еще Нам Рано Потому Что Сюжет Не Выбер Кое Что Будет Не Активно Это Парк Так Спросите Все Очистали Моя Кровь Хеллоу Сау А Там Вот Это Проповедник Что А Это Какой-то Развлекательный Центр Театр 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 На Фонтанке Смешение Блин Я не могу Просто Нарадоваться Этому Насладиться Этими Масштабами Игры Просторами Но Я не знаю Ну Как же Как можно Эту Игнорировать Игру Какой Масштаб Игры Просто Завораживающий Природа Любит Фамины Фамина Древо Живем В Америке Так Сюда Мы Не Ну Естественно Тут Практически Посмотрим Потом По карте Что нам Доступно Так А можно В театр Попасть А давайте Почему Нет Купить Билет 50 центов В принципе Почему Не сходить В театр Вот вам Цивилизация Хотели Цивилизация Мы Еще Рано Еще Рас Повторя Сюда Еще Рано Так Побегаем Символически И отваливаем Обратно В нашу Местность Откуда Мы Прибыли Нам Сюда Еще Рановато Давайте Лучше Посмотрим Представление Так Тихо Тут только не Рики Пишевать Не стоит Вот здесь Нам точно Преступных Действий Не стоит Совершать Раньше Время Незаконных Действий Понимаете Пока Не стоит Совершать Давайте Лучше Кино Посмотрим Тут Это Это Правда Мы Все Знаем Какими Трудностями И опасностями Чреваты Путешествия Не брал Незаконных Прокинул Порка Или Линчеванием Все Самый Замечательный Вес Я принес Для вас Человека С Севера Его Мисс Имя Мосс Джон Николс Представьте Возможность Путешествовать Вообще Не садясь Всего Наверняка Вы слышали Об этом Или даже Сами Видели Церковые Артисты Овладели Чудом Полета Мистер Николс Создал Небесную Пушку Ну и Это Было Вспоминать С Пушки Стреля Пассажиры Поднимаются Устраиваются Вдули Их Со всеми Удобствами Доставляют Пункт Назначения Первые Попытки Освоят Небо Вспоминать Несчастные Расслабленные Жертвы Скарлатины Ну здесь Все это Приправлено Юмором Да Все таки Как бы Для людей Это Юные Молодые Дожи Им Исполнится 17 Они Произнесут Брачную Клятву Упорхнут Нью-Йорк Небесная Пушка Сотворит Чудеса Кое-какие Это возможно Каждый из нас Сможет отправиться На праздник На луну Наконец Должен Признаться Я поклонник Этого вида Пароходы И лошади Вызывают У меня Изжогу Я не Переношу Будущее За небом Друзья Будущее За небом Смотрите В небеса Мы встанем Там рядом С ними Все выше И выше Вознесут Нас Наше Устремление Научная Мысль И движение Вперед Есть основа Всякой Цивилизации Видите Как красиво Все сделано Посмотрели Немного Сейчас развлечемся После всех Походов Легендарных После всех Этих Стычек Нам надо Немного В цивилизации Развеяться Осмотреться Поэтому Он Стрит На трамвай Можно Наверное Покататься Трамвайчик Небольшой Уже Двигается Для того Времени Это Уже Новинку Было Соответственно Такой Цивилизованный Город Вот здесь Проворачивать Свои Темные Делишки И разбогатеть Наверное Как раз Таки И можно Помните Я им говорил Где нам Бабло Поднять Вот здесь Вот можно Вот этот Трамвайчик Блядь Меня сбил Трамвайчик Неудачно Я заскочил Выставить Его Быстро На ложке И отвалить Но тут Законников Наверное Столько Законников Вот здесь Я не могу Запрыгнуть На трамвай Что за дела Как так Здесь вот Законник Видите Вот сейчас Достать Револьвер Ну-ка Быстро Скидывай Бабло Сынешок Вот Разозрите Ее То есть Они уже Так Настороженно Смотрят Какой-то Чужеземец В рванье С револьвером В кобуре Как дела Лица У всех Разные Еще раз Говорю 35 Раз Смотрите У всех Разные Лица Не повторяются Это просто Трудоемкий Труд Какая игра Масштабная Ну я Потрясен Я потрясен Так все Красиво Нарисовано И сделано Осторожнее Мисс Здравствуйте Дамы Как Ваше Сегодня Настроение Все Складывается Удачно Мистер Насколько он Огромен Еще Интересно Узнать Этот Город Сейчас Мы Побегаем Немного Наверное Осмотреть То Можно Весь Город В принципе Нам Не к Спеху Раз Я Уже Здесь Появился Пока Задание Брать Не будем Потом Уже По сюжету Но В любом Случа Осмотреться Стоит Можно На лошади Подвигаться В принципе На лошади Будет Быстрее На лошади Наверное Все таки Поудачнее Получится Так Где моя Шляпа Козырная Давайте На лошадке Быстрее Осмотримся Поживее Будут Вот здесь С законниками Воевать Это уже Другой Вариант Беспределом Заниматься Тут же Есть и Бедные Кварталы Там он Наверное Бедный Квартал Подайте Милостям Ну да Так и Есть Подайте Милостям Слышите Тут кто-то Есть Пожертвуйте Немного Слепому Все Заедем Заедем В бедный Квартал Ты это Видишь Типа Кто-то Заблудился Деревенщина Ну мы Для них Деревенщина Шпана Что-то Ну что Ты Сделаешь Ковбой Вы Че Уже Пиво Пьете Вон Сколько Лет И вы Потратили На это Целый День Эй Мистер Вы Что Оглохли Такой Раз Бутылку Разбил Молодежь Уже Пиво Глушит Ну-ка Быстро Домой Шантрапан Не Ну Класс Согласитесь Класс Аж Глаза Разбегаются Не знаешь Куда Повернуть Куда Зайти С кем Поговори Нет Нам Надо Куда 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 Центральные Районы Ну То Есть Более Цивилизованный Район Выбраться Давайте Наверное Ну Все Короче Причем А вот Какой-то Рынок Смотри Будем Все Осматривать Какой-то Рынок Вот Здесь Наверное Можно Приобрести Куда Более Ценный Вариант Товары Представлены Вон Шкуру Несни Этот Охотник Он покупает Туши Животных Их Кожу Шкуры Мех И перья Ух ты Также Он может Изготовить Одежду Из Принесенных Вами Материалов Вот 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 Это Уже Бомба Друзья Вот Здесь Наверное Смотрите Китайцы Какие-то Друзья Уже Китайцы Шанхая Шанхай 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 Соответственно Потом Рецепт Одна Шкура Медведя Ну Да Ну И Это Конечно А Вот Пальто С Мехом Медведя Зимний Вариант Одна Шкура Медведя Превосходная Шкура Бизона Вот Как Добыть Превосходную Смотри Какие Сапожки Сапоги С Медвежьим Мехом На Зиму 3-4 Бакаря Легкий Предмет Одежды Защищает От Холода Перчатки Из кабани И шкуры Да Неплохо Неплохо У тебя тут Превосходная Кабани Превосходная Кроличь Необходима Трофейный Олень Вот Смотрите Какое Трофейный Олень Трофейный Олень Да Вариант Одежды Такой Жилет Кожаный Интересный То есть Ты не обязательно Вот Шапка Горного Бобра Рецепт Превосходная Шкура Енота Шкура Бобра Превосходная Перо Ястреба Блять Вот где ты Это все Возьмешь Перо Ястреба Шкура Бобра И енота Вот для чего Здесь реализована Охота Теперь понимаете Все то это Можно купить Это понятно Ну а где ты Шкуры возьмешь Надо охотиться Жилет из оленей Ух ты Какие чуни Глянь сюда Макосины С мехом Лисы Да Макосины Перчатки Из лисы Блин Кавалерийские Перчатки Хищник Ух ты Вот это вообще Как у Фланко Эрнандеса В зиму Хищник Костюм Хищника Тут можно Я тебе говорю Ковбой Действительно До ума Довести Нашего Ковбоя Не в этих Лохмотьях Ходить Смотри Какие сапожки Вот Вариант Хищник Вот Ловец Снов Вариант На зиму Да Зиму Чапсы Сапоги Кавалерийские Трофейный олень Ну это тоже Можно просто Оставить Это То есть Дублировать Не обязательно Как он Комплектами Выдаёт А для себя Подобрать И Соединить Раз Ух ты Вот это Бомба Егерь Глянь Какая Дублёночка Мощная На зиму Красавец Вот это Да Вариант Егерь Горная Шапка Из Койота Да Ну Горную Шапку Из Койоты Вообще Вот это Более Такой Цивилизованный Вариант Сотри Ребят Как смотрится Класс Зимой Там Вычислять Волочь Какую В таком Костюмчике Из Койота Егерь Но он Закрыт Пока Егерь Пальто И шкуры Велорога Сапоги Гордость Рабочего Сапоги Кожаные Перчатки И шкуры И шкуры Велорога Класс Вихари Смерти Ух ты Ёптать Вихари Смерти Друзья Вот это Бомба Вот Вихар Смерти Жилет Из Кожи Аллига А Кстати Тут Аллига Может Сожрать Тут же Аллига Торы Водятся В южной Части Вас Просто Сожрет Аллига Я знаю Следопыт Следопыт Вот Вот Этот Класс Следопыт По моему Самый Оптимальный Вариант Видели Смотрите Следопыт Макосины Перчатки И шкуры Барана Следопыт Вот Вариант А вот Стрелка Пока Закрыто Все Мы Рано Здесь Еще раз Говорим Мы Еще Рано Здесь В Этой Цивилизации Это Мы Просто Смотрим Просто Наслаждаемся Потом Все Это Можно Будет Брать Покупать И Расширять И Убери О Смотрите Какая Красота Вторая Кобура Стрелка На Два Ствола На Два Ствола В руках Он Может Держать Не Един Ствол Как Тебе Два Ствола Вторая Кобура Сразу В Двух Рука Отстреливать С Двух Револьверов Или В Одной Руке У тебя Обрез В Другой Револьвер Мастер Оружия Пантрантаж Мастера Оружия Пояс Мастера Оружия Класс Класс Бандит Смотрим Патрантаж Бандита Оружейный Пояс Бандитов Глянь Ребят Как Сделали Сам Пояс Как Выглядит Вторая Кобура Бандита Игрок Смотрим Пояс Игрока Кобура Игрока Вторая Кобура Ну да Тоже Неплохо Мастер Охотник Патрантаж Для Охотника Вот тебе Пожалуйста Исследователь Патрантаж Исследователь О Мы кстати Кобуру Исследователя Можем взять Но мне Все равно Не хватит Кобура Исследователя 25 Трамник Патрантаж Травника Оружийный Пояс Да Так же Травника Кобура Вторая Кобура Выживальщик Патрантаж Выживальщика Ёхтать Оружийный Пояс Ну не знаю Тут конечно Бомба Целая Блядь И нас Впереди Ожидает Седла Ух ты Для лошадочки Красавицы Смотри Смотри сколько Всяких Это можно Выбрать То есть Сам седло Следопыт Это ты факт Не возьмешь Приманка Для травоядок Приманка Для хищников Давайте возьмем Для хищников Придется все это Валить Всех живут А как мы тогда Мы не сможем Понимаете Да Все придется Набираем Оружейная Масса Сейчас будем Чистить Сволы Я уже Их давно Не чистил Поэтому Они у меня Там Так Почистим В это время А все В это время Суток Они спать Ушли То есть Я последний Клиент Все Он спать Пошел Это охотник Так это Какой-то Рынок Смотрите Вообще Для нищебродов Наверное Есть более Еще рынки Хорошие Да То есть Там В районе Давайте Почистим Ствол Смотрите Ствол Как подустал Оружие Требует Чистки Оружие Требует Чистки Ну да Неплохо Неплохо Не только Это Насколько Всего Оружейное Масло Там Четыре А Я не смогу Пока Я Хотел Почистить Все Оружие Но у У меня Лошадь Получается В седле Все Остальное Оружие В седле Давайте Тогда Все Сразу Почистим Чтоб Я потом Не забыл Это Сделать Вот Моя Лошадь Тут Не страшно Если Я Слов Стан Да Я думаю Ну В смысле Чистить Буду Я думаю Кипиша Не будут Там Если мы Начнем Займемся Чисткой Вот Допустим Двуствольный Дрововик Мне надо Почистить Потом Что нам Надо Почистить Все нам Надо Почистить Магазинный Нет Не все Все то Что мы Что мы Используем Магазинные Карабины Тут у них Винтовка Спринфилда Скоростной Надрезанный Ух ты Сколько У меня Скоростных 100 Патронов 100 Патронов Скоростных У него Соответственно Это Да Надрезанных 50 53 37 Скоростных А 165 Скоростных 165 Скоростных Да Все это Надо Оставить Так Чтоб Он Не Скину Он Скидывает Вот Я заметил Квест Снова Приходится Обратно Все Восстанавливать Когда По Квесту Так Вот Давайте Так Женщина Женщина Спокойно Спокойно Я просто Хочу Ствол Давайте Сюда Куда Отойдем Иначе Нас Просто Сейчас Законники Арестуют Я Не Хочу Здесь Кипиш Наводить Нам Еще Много Дел Предстоит Этот Город Великолепен Просто Огромен Великолепен Нам Нельзя Пока Беспределом Видите Спринфил Тоже Надо Почистить Пока Беспределом Заниматься Не стоит Мы Еще Не Изучили Все Чертовы Вредители Рушат Мою Жизнь Да Нет Чистить Можно Спокойно Как Беспределом Кипиша Нет Видите Чистить Можно Спокойно Это Если Я Начну Целиться В Кого Нем Допустим В рожу Тыкать Стволом Как Вот Мы С Фонарем В тот Раз Тогда Конечно Начнут Они Суетиться Так Все Давайте Когда Этот Обрез Тоже Видишь Требуется Чистка Я же Совсем Забыл Про Это Оружие Это Периодически Чистить Надо Так Все Да А Он Ну Что Там О Да Слышали Увидел Обрез В руках Деревенчина Меня Прозвали Шпана Слышали Да Шпаната А ну Пошел Отсюда Деревенчина Куда Забрался То есть Я Выгляжу Как Деревенчина То есть Это Надо Приобретать Нам Более Этот Вариант Из Кожи Да Потом Охотник Работает Всю Ночь Что Охотник Давайте Еще Посмотрим Что Есть Пожалуйста Так Продавец Напуган Че Он Напуган Нашим Внешним Видом Кукурузу Можно Взять Купить 40 Цент Кукурузы Вот Здесь Есть Скупщик В В этом Темном Районе Для Требья Есть Скупщик Я В этом Уверен И Мне Интересно Какие Товары У Эго Скупщика Есть Вот У Него Много Чего Интересно Так Поговорить Привет 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 То есть Нам Надо Найти Этого Скупщика И С ним Поговорить Потому что Этот Район Как раз Подходит Для Таких Темных Личностей Как Скупщик Которые Все Подряд Награблено И Скупает Именно Вот Этот Район Я Просто В этом Уверен Что Здесь Может Еще Рано Да Скорее Всего Нам Вообще Еще Сюда Рано Нас Сюжет Должен Вынести Только Потом Откроется Все Что Здесь Есть Понимаете Ну Кое Что Мы Можем Посмотреть Раз Мы Уже Появились День Изучать Открой Глаза Куда Прешь Раз Мы Уже Здесь Появились Целый Огромный Город Это Просто Невероятно Друзья Целая Помимо Дикой Пустоши Дикой Местности Да Еще Целый Огромный Город Не факт Что Он Здесь Один Вот Что Я Хочу Еще Сказать Ой Боже А Они Все Спать Пошли Они Все Улеглись Спать Это Уже С Утра Мы Продолжим Изучать Мы Сейчас Другую Местность Так Стоп Стоп Мы Сейчас Другую Местность С вами Будем Изучать Сейчас Немного Побегаем Посмотрим Тут Как У них Все Сделано И Будем Двигаться Изучать Другую Местность Так Ну Тут Соответственно Ничего Неактивно Пока Пока Что Видите Как Не Все Доступно Нам С Вами Всем Привет Какая Испанка Это Лучше На Лошади Лучше На Лошади Наверное Лошадка Ты Что Как Своевольно Двигаешь О Смотри Остановился Такой Не Тупо Проехал Видели Посигналил Ну То Лошадка Там По Железной Дороге Двигается По Рельсам Водитель Трамвая Раз Посигналил Типа Аккуратно Все 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 Как Надо Сделано Можно Вас О Тихо Тихо Какой-то Чудак На Парус Слов Солон Кишет Крысами Мой бизнес Стремительно Катиться К чертям Кто-то Должен Помочь Мне От них Избавиться Я Щедро Вам Заплашу Лучше Дело Было Сделано О Слушайте Ну Мелкое Какое-то Задание Крыс Уничтожить Можно взять Слушай Не надо Волноваться Давай Посмотрим Слава Богу Только Постарайтесь Не разнести Весь дом Я Подожду Снаружи А вы Разберитесь С крысами Ну Вообще Великолепно Какой-то Мелкий Квест Почему бы И нет Почему бы Нам его И не взять Я предлагаю Выполнить Его